Это спортивная пара из Иркутска. Великая и необъятна наша страна. И во всех ее пределах люди занимаются этим спортом, который все больше и больше набирает популярность. Кобелю пять лет, его заводчик и одновременно тренер Алексей Перекопский. Демонстрируется первое упражнение – обыск укрытий. Собака быстро, плотно и целенаправленно обыскивает укрытие. Укрытие номер четыре, оно чаще всего является провокационным для многих собак. Эта собака справилась с ним отлично. Хорошо реагирует на команду, на подзыв проводника. Вот с моей точки зрения я вижу, что проводник немножко нарушает, отклоняется от средней линии. Если судья это увидел, это будет отмечено. Собака приходит в укрытие. И следующее упражнение, которое называется удержание и облаивание. При этом собака должна своим лаем привлечь своего проводника к укрытию и тем самым сказать ему, что она нашла человека в укрытии. И при этом ее облаивание должно говорить фигуранту, который находится в укрытии, что он должен стоять там и не позволять себе никаких движений. Фактически за лаем собаки мы хотим читать, стоять, бояться. Стой, иначе ты будешь атакован. Фигурант выходит из укрытия и проводник ждет команды судьи на то, чтобы перемещаться на точку старта для следующего упражнения. Это упражнение называется попытка бегства, предотвращение попытки бегства фигурантов. При этом собака укладывается на обозначенную линию, проводник уходит в укрытие, но таким образом, чтобы все оставалось в поле его зрения. Когда фигурант предпринимает эту попытку, проводник должен дать собаке команду на атаку. Если эта команда не дана, то за этим идет штраф. Собака демонстрирует очень хорошие хватки, хорошую борьбу и сопротивление. Переходная фаза также, с моей точки зрения, продемонстрирована довольно хорошо. Команда судьи проводнику на подход. Собака должна внимательно, напористо, энергично и убедительно охранять фигуранта вплоть до подхода проводника и при этом ни на что не отвлекаться. Далее, подходя, проводник фиксирует собаку командой сидеть и начинается следующее упражнение – задний конвой. Задний конвой, несмотря на то, что это упражнение стоит недорого, но оно не такое простое, собака должна здесь направлять свое внимание на два очень значимых фактора. Она должна быть очень внимательной к фигуранту и отслеживать малейшие его действия на предмет того, чтобы вовремя среагировать на возможное его нападение. Но при этом она должна очень четко сохранять корректную позицию у левой ноги своего проводника. При этом могут быть движения по прямой, повороты направо или налево. Это задается для всех участников одинаково и объявляется на брифинге, который проходит перед соревнованиями. И для проводника также в этом упражнении очень важным является сохранять приписанную дистанцию в 8 шагов, не сокращать ее и не удлинять. Закончена первая часть защитной работы. Здесь происходит смена фигурантов. На второй части лобовая атака и контратака работает Дмитрий Сухотин. Для собаки это также является значительным фактором, то, что фигуранты меняются. И для собаки, собака этого не знает, не может знать. Она только что работала с одним человеком. И разные люди, безусловно, обладают своими индивидуальными особенностями и разной энергетикой, и разной биомеханикой, по-разному двигаются. Тем не менее, собака должна демонстрировать стабильность своих бойцовских качеств и не показывать никаких сомнений. Превосходная лобовая атака. Собака быстро и уверенно, насколько я вижу, полной мощной хваткой останавливает фигуранта, хорошо ведет себя под давлением. Поведение собаки в моменте контратаки, к сожалению, мне не видно. Фигурант перекрывает этот обзор. Сейчас собака, находясь в фазе охраны, немножко отвлекается. И, наверное, это отметит судья, что она должна быть более энергичной, более напористой и убедительной. Проводник отодвигает фигуранта и далее переходит с собакой для завершения этого упражнения. Завершающим элементом является боковой конвой фигуранта, задержанного к судье. Передается в стек и далее проводник с собакой должен отойти на пять шагов, занять основную позицию и только после этого он может доставать поводок и пристегивать собаку на поводок. И на этом раздел защита для этой спортивной пары заканчивается. Так, номер 38. Хотелось бы увидеть в этих собаках больше напора, больше уверенности в себе. Поиск помощника. Проводник должен быть увереннее на средней линии. Более правильно управлять собакой, вовремя давать команды. Хорошо. Удержание и облаивание. В укрытии собака должна вести себя увереннее, напористей, более доминантно. Не должно отвлекаться. К сожалению, уходит от фигуранта до команды. Недостаточно. При отношении в отпуске бегства. Хватка должна быть крепче и спокойнее. Хорошо. Контратака. Хватка должна быть полнее и крепче. Хорошо. Заднее конвоирование. Увереннее собака должна чувствовать при конвое. Не должна теснить проводника. Хорошо. Нападение заднего конвуа. Хватка должна быть полнее и крепче. Хорошо. Нападение из движения. Проблема с хваткой должна быть более крепкая, более полная. Собака должна чувствовать себя увереннее. Еще хорошо. Контратака. Хватка должна быть полнее, спокойнее. Собака должна охранять помощника более внимательно. Еще хорошо. Сегодня удовлетворительно. 76. ТСБ выражено. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok